Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень нежного медового торта. Для приготовления медового теста первым делом в сотейнике с толстым тном соединяем 2 яйца и 200 грамм сахара и хорошо взбиваем миксером на высокой скорости. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Ко взбитым яйцам добавляем 100 грамм меда, 40 грамм мягкого сливочного масла и 2 трети чайной ложки соды. Перемешиваем все до однородности на маленькой скорости миксера или с помощью венчика. Сотейник отправляем на медленный огонь. Массу необходимо постоянно перемешивать лопаткой, чтобы на дне ничего не пригорело. Примерно через 13-15 минут масса начнет увеличиваться в объеме и пузыриться. В этот момент добавляем в нее 1 стакан муки из общего количества. Всего нужно заранее отмерить 400 грамм муки и этот самый стакан взять из них. Продолжаем нагревать массу уже с мукой еще примерно 2-3 минуты. Аромат массы станет медово-карамельным. Если будут комочки, то вы можете постараться разбить их еще в сотейнике либо во время замеса теста. Я обычно разбиваю во время замеса. Теперь медовую массу нужно остудить до комнатной температуры и в остывшую массу начинаем добавлять еще немного муки и перемешивать лопаткой. Я настоятельно не рекомендую добавлять муку в горячую массу, так как муки в этом случае уйдет гораздо больше. А если забить тесто мукой, то коржи получатся слишком плотными и торт будет не такой нежный. Когда станет трудно замешивать тесто лопаткой, на стол высыпаем остальную муку, перекладываем в нее массу из сотейника и замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. Если уйдет не вся мука, это даже к лучшему. Тесто заворачиваем в пакет или пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут. Пока охлаждается тесто, приготовим сметанный крем. Никаких особых манипуляций не требуется, просто берем 700 грамм густой сметаны, добавляем 130-150 грамм сахара, перемешиваем ложкой и убираем пока в холодильник. Разворачиваем охлажденное тесто, формируем колбаску и делим на 6 частей. Раскатываем коржи на бумаге для выпечки или на коврике, присыпав их мукой. Берем тарелку диаметром 19-20 см и вырезаем по кругу. Коржи выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 2-3 минуты. Я выпекала на трех ковриках, поэтому процесс прошел очень быстро. Чтобы снять корж с коврика не сломав, его нужно остудить и пройти снизу с патулой или ножом. Из оставшихся обрезков теста можно испечь цельный корж, измельчить его в крошку и потом обсыпать готовый торт. Но я решила сделать небольшие печеньки в виде сердечек. Начинаем собирать торт. На сервировочное блюдо устанавливаем разъемное кольцо, вставляем внутрь ацетатную пленку и укладываем первый корж. Сверху выкладываем 3-4 столовых ложки сметанного крема и распределяем кисточкой. Повторяем процедуру со всеми коржами и только на верхний корж выкладываем несколько ложек сметаны без сахара. Можно собрать торт и без кольца, но тогда крем изнутри может вытекать, а нам важно, чтобы торт был сочным и хорошо пропитанным. Кольцо с пленкой удержит всю сметану на месте. Убираем торт в холодильник минимум на 2-3 часа, но чем дольше он стоит в холодильнике, тем мягче и сочнее становится. С охлажденного торта снимаем кольцо и ацетатную пленку. Торт очень нежный, поэтому если что-то осталось на пленке, можно снять с помощью небольшой спатулы и немного разровнять бока тортика. Украшаем торт по своему желанию. Я выложила сверху черешню небольшой горкой, а на бока прилепила печеньки-сердечки. Торт получается невероятно мягким, сочным и нежным и имеет яркий медово-карамельный вкус и аромат. Приготовьте и насладитесь кусочком этой нежности. А я, как всегда, желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне. У вас обязательно все получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!